МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Эй, Лапань, дай сторону! Дорогу своей колымагой перегородил! Ты что, оглох там? Твою мать! Женщина! 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 Волчье время среди бела дня убивает! 1946-й, первый послевоенный год, действительно выдался лихим. Лежащую в руинах страну захлестнула волна бандитизма. Этому способствовали два фактора. Первый. После Великой Победы на родину вернулось 11 миллионов солдат и офицеров. Именно таков был численный состав вооруженных сил к концу войны. После всеобщей демобилизации на военной службе осталось около трех миллионов человек. Остальные стали работать на фабриках и заводах, вернулись к крестьянскому труду. Но были и такие, кто предпочел честной работе криминал. Привыкшие к оружию и крови вчерашние фронтовики, которые не хотели устраиваться в мирных жизни, грабили, разбойничали по ночам, а днем сбывали краденое на стихийных толкучках. Вторая причина всплеска бандитизма – амнистия в честь Победы, которую подписал председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Иванович Калинин. В народе ее так и назвали – Калининской. Всего амнистировали 400 тысяч заключенных. Треть тюремного контингента оказалась на свободе. Уголовный розыск буквально тонул в массе криминальных дел. При этом катастрофически не хватало квалифицированных кадров. Еще с 1943 года мобилизованных в начале войны следователей, оперуполномоченных и дознавателей уголовного розыска стали отзывать с фронта и формировать отделы по борьбе с бандитизмом. Уже спустя 30 минут на место происшествия прибыла группа ОББ. Возглавлял бандитский отдел бывший фронтовик, капитан Александр Петрович Зимин. Документы. Из обнаруженных в карманах убитых документов выяснилось, что погибшая женщина Серафима Стеблова была бухгалтером маслосырбазы. Водитель Александр Попов работал там же. Заведующим базой связались по телефону. Тот сообщил, что Стеблова везла в банк недельную выручку – 380 тысяч рублей. Бандиты будто с цепи сорвались. За третий день, восьмой разбойного. Да уж. Есть что интересное, Борис Зинович? Бандельства нигде нету. Такое впечатление, что стреляли-то из нагана. Револьверы системы наган были взяты на вооружение в Российской империи на рубеже 19-го и 20-го веков. Их производство наладили на Тульском оружейном заводе. Главные преимущества нагана – низкая себестоимость, неприхотливость в эксплуатации и безотказность, так как осечка никак не влияла на возможность произведения следующего выстрела. Наган стал символом революции, гражданской войны. Впоследствии его взяли на вооружение в РККА. Лишь в 1945 году было принято решение окончательно снять наганы с вооружения в армии. Наганы остались лишь у сотрудников вневедомственной охраны и у танкистов. Дело в том, что ни один другой ствол не пролезал в смотровую амбразуру танка. А еще наганы были в особой части у бандитов из-за того, что не выбрасывали гильзу после выстрела. Этот факт значительно усложнял работу оперативника. При среднем месячном окладе по стране в 500-600 рублей 380 тысяч – просто колоссальная сумма. Зимин прекрасно понимал, что теперь начальство точно не слезет с шеи. Затаскают по кабинетам с требованием ускорить следствие, вернуть государству украденное. Слуцкого насторожил один момент. Капот полуторки открыт, инструменты разложены рядом, руки убитого водителя Попова испачканы маслом. Все говорит о том, что он копался в моторе. А что с двигателем? Да ничего не могу понять. Все вроде бы нормально. Двигатель исправен. Нефедор. Думаете, водила был в доле, и потому остановил машину в условном месте? Наверняка, наверняка. Эта версия очень походила на правду. Место глухое, прохожих мало. Только вот вместо денег водитель получил 9 граммов свинца. Александр Петрович! Полюбуйтесь. По следам обуви Борис Зиновьевич определил, что орудовало два налетчика. Борис Зиновьевич, все, что касается следа, сегодня полный отчет у меня на столе. Есть. След – это важнейшая деталь в расследовании. Очень важно оперативно оцепить место преступления, пока любопытные ротозеи не затоптали важные улики. По характеру следа опытный эксперт может определить особенности походки, хромоту, плоскостопие, а также приблизительный рост и вес. Эти параметры вычисляются по силе давления на грунт. Троссология, наука по изучению следов по праву считается основополагающим разделом криминалистики. Закончив исследование тела водителя, эксперт Слуцкий приступил к осмотру трупа Серафима Стеблова. И тут его ждала еще одна важная улика. Секундочку. Что же это за раны на пальчике? Александр Петрович, подойдите. Полюбуйтесь. Судя по характерному вдавленному оттиску на фаланге безымянного пальца правой руки, женщина носила кольцо, которое, вероятнее всего, сорвали налетчики. Этот вывод эксперт сделал из-за того, что кожа на пальце была содрана до крови. Видимо, кольцо плотно сидело на пальце, и его срывали силой. Понятное дело, сам себя человек так увечить не станет. Это немаловажное открытие вселило надежду в сотрудников уголовного розыска. Разноподавшие не побрезговали украшением, значит, надеются сбыть его в ломбард или в латыкайном, скупщиком краденого. Или поставить на кон в игре, а могут и по пьяному делу какой-нибудь девахе подарить, демонстрируя широту бандитской души. А значит, есть шанс, что где-нибудь эта улика да всплывет. Намного сложнее обстояло дело с пропавшими деньгами. Как выяснилось из объяснений прибывшего на место преступления заведующего масло-сырбазы Терентьева, номера купюр не переписывались. Перевозились наличность в обычной брезентовой сумке. Сопровождающий Александр Попов вооружен не был, по штату не положено. Постановление, которым предписывалось перемещать денежные средства исключительно в специализированных инкассаторских автомобилях, появилось лишь в начале 70-х. А в послевоенные годы с этим дело обстояло намного проще. Кассир или бухгалтер запросто мог пройти несколько кварталов с брезентовым мешком под мышкой, неся на завод или фабрику зарплату. В крайних случаях сопровождающим выступал сотрудник вневедомственной охраны или кто-нибудь из персонала учреждения. За это ему полагалась надбавка к окладу и право без очереди получить деньги в кассе. Добрый день. Терентьев Михаил Захарович, заведующий базы. Что вы можете сказать об убитых? Сейчас. Так, это дела. Попов два месяца у нас работает. Холост, безвредных привычек, несудим. У кадровиков вопросов не возникло, поэтому доверили сопровождать Стеблова. Между прочим, 70 рублей премии платили. А что вы можете сказать об убитой Серафиме Стебловой? Где-то года полтора у нас работает. За все это время не единого заскания. Терентьев рассказал, что Серафима Стеблова – вдова. Ее муж погиб на войне. Женщина в одиночку воспитывала 13-летнего сына Митю. Дальнейшая судьба мальчика очень беспокоила Терентьева. Митя – парень хороший, тихий, круглый отличник. Пропадет сирота в детдоме. Там же одна беспризорщина. Басичье. Количество беспризорников и сирот за время войны резко увеличилось. Историки говорят о 4 миллионах несовершеннолетних детей, оставшихся без крова и родительской опеки. Из них лишь около 700 тысяч были устроены в детдома и интернаты. Остальные промышляли по прошайничествам и мелкими кражами. Дети войны. Вечно голодные. Хлебнувшие лишения и горя, они очень рано взрослели. Лишенные отцовской заботы, пацаны часто сбивались в жестокие стаи и выходили на бандитскую дорожку наравне со взрослыми. Четенька, дайте, пожалуйста, нет. Нет, отдай! Отдай, сука! Отдай! Отдай, я сказал! Отдай, беги! Ира, там же хлебные карточки. Побрем с голоду. Нужно сказать, что и наказывали мальчишек вполне по-взрослому. Уже начиная с 12-летнего возраста малолетних преступников судили по всей строгости закона с применением взрослых мер наказания, вплоть до расстрела. Но даже таким жестким способом не могли остановить волну подростковой преступности. Самый распространенный вид преступления так называемый гоп-стоп. Пацаны поджидали жертву, набрасывались гурьбой, жестоко избивали и грабили. В 1946 году в Подмосковье была ликвидирована молодежная банда «Молоточники». Дерзкие волчата за три месяца совершили 16 разбойных нападений, наносили сокрушительные удары молотком сзади по голове. От их рук погибло 7 человек. Я лично займусь его устройством в интернат. А скажите, вот у Серафима Стегловой было ли у него какое-нибудь украшение? Я хорошо помню перстень Серафимы. Массивный рубин такой. Красивая вещица. Заведующий маслосырбазы утверждал, что кольцо очень приметное. Явно работа еще до революционных мастеров. По-моему, колечко это Серафиме муж подарил. Семейная реликвия передается из поколения в поколение. Не Федор? Да. Тут бас из кладов до черта. Может быть, кто-нибудь из работяг видел грабителей? Возьми ребят, прочеши все хорошенько. Есть. Малышка, Кузин, пойдемте. Спасибо вам, Александр Захарович. В этот день удача явно была на стороне оперуполномоченных. Вскоре им удалось отыскать ценную свидетельницу. Здравствуйте. Уголовный розыск. Оперуполномоченный Кузин. Это оперуполномоченный Нефедов. Как вас зовут? Дарья Пантелеймоновна Сыч. Скажите, а вы не видели никого здесь подозрительного? Ну, пару часов назад пробегали, как раз в окошко выглянуло. Шибко торопились. Один из них и с сумкой в руках был, кажется, брезентовой. Он когда через забор перепрыгивал, шляпу фетровую обронил. А где сейчас шляпа эта? О, сейчас, минутку. Вот шляпа. Думала, деду подарить. Ох, вещь качественная. С носу ей не будет. Муха и к Слуцкому пускай приобщит, ведь ждет. Во время транспортировки недельной выручки масла-сыр базы застреленный водитель предприятия Александр Попов и бухгалтер Серафима Стеблова. Налетчики похитили 380 тысяч и сняли старинное кольцо с пальца застреленной женщины. Оперативная группа установила, что водитель был соучастником преступления, от которого в последний момент подельники просто избавились. Старожиха склада, который находился рядом с местом преступления, успела рассмотреть лица двух налетчиков. Она подобрала фетровую шляпу, которая слетела с головы одного из преступников. Сотрудники УГРО попросили Старожиху описать бегущих мужчин. Дарья Пантелеевна сразу сказала, что хорошо их запомнила, потому что пробежали они от нее в нескольких метрах. Ну, один из них, который с сумкой бежал, кряжестый такой, плотный. В пальто был одет приличное. Опять-таки в шляпе. А второй... Второй, вы знаете, рожа такая бандитская, нос перебит, с горбинкой, такой орлиный профиль. Предупредив Дарью Сыч, что ее вызовут в УГРО для составления более детального портрета мужчин, опера удалились. Это тот самый, долгие годы пролежавший в спецхранилище Вещдок. Именно фетровая шляпа дала первый толчок к раскрытию преступления. В Европе такая шляпа получила название Федора в честь русской княгини Рамазовой, героини популярной пьесы Викториена Сарду, Федора. Княгиня Рамазова носила именно такую шляпу. Эту манеру тут же подхватили европейские модницы. В Америке фетровая шляпа была неизменным атрибутом гангстеров 30-х годов. В СССР же такие головные уборы массово стали носить после войны, когда из побежденной Германии военные привезли на родину баулы и чемоданы, набитые вещами и предметами быта. Именно тогда и возникло понятие «чемодание» – неконтролируемый массовый ввоз разнообразных нужных и ненужных в хозяйстве трофеев. Во время изучения головного убора эксперт Слуцкий нащупал в подкладке некое уплотнение. Распоров шляпу, он обнаружил внутри фирменную бирочку ателье Интпашива номер 2 и ярлык с указанием номера изделия. Дуйте в это ателье, постарайтесь разузнать, кто и когда купил. Короче, не мне вас учить. Есть. Товарищ капитан, вот доставил Митю Стеблова. Ну, ты раздобудь нам что-нибудь поесть, ну, а мы тут с Митей побеседуем. Есть. Зимин выразил слова соболезнования по поводу смерти матери и перешел к сути вопроса. Попросил мальчика рассказать о кольце. Красивое было кольцо. Мама никогда не снимала его. Говорила, даст будущей невесте. Этот старинный перстень с рубином Серафиме Стебловой муж подарил на венчание. Он был ей настолько дорог, что даже в самое голодное время Стеблова не решилась его продать или обменять на харчи. Хотя покупателей хватало. Дядя Миша, мама начальник, все время упрашивал ее продать ему это кольцо. Но она не соглашалась. Терентьев, говоришь? Да. До Зимина только сейчас дошло, что он совершенно выпустил из виду заведующего маслосырбазы. А ведь Терентьев прекрасно знал время выезда полуторки. Вероятнее всего, был осведомлен и о маршруте. К тому же нельзя исключать версии, что Терентьев и Попов могли быть сообщниками. Только вот водителя в этой партии сделали разменной фигурой. Дядя Миша хотел, чтобы она продала, а она отказалась. Я тут картошечкой печеной разжился и сахарком. Так что пирую. Рубай, парень. А это Костик, наш штатный художник. А теперь, Митя, очень подробно опиши Костику, как выглядело кольцо. А Костик нарисует. Со слов Мити был составлен карандашный набросок рубинового перстня, который принадлежал Серафиме Стебловой. Зимин очень надеялся, что оперативная отработка скупок ломбардов и дельцов черного рынка даст результат. Раз преступники его сорвали с пальца, значит, жадные до денег. А жадность, как известно, фраеров губит. Посмотри внимательно. Да, очень похожие. Растиражировать и разослать в районное отделение милиции. Есть. Здравствуйте, дамы. Уголовный розыск. Оперативник Нефедов. Здравствуйте. Слушаю. Скажите, в вашем ателье было сделано это изделие? Здесь написано номер два. Да, в моем ателье. Скажите, а у вас есть дата выдачи этого изделия? И кто получатель? Конечно, я сейчас посмотрю и скажу. А вот, смотрите, недели две назад фетровая мужская шляпа и твидовый мужской костюм. Иванова вспомнила, что в лексиконе клиента пару раз проскочили блатные словечки, но в целом он производил хорошее впечатление. В ресторан он меня приглашал, ну, прям настаивал. Я не поехала с ним, я замужем. И как же он сказал сейчас, а быть прикид, вот. Валентина Владимировна, давайте проедем в управление с нами, составим портрет этого мужчины. На этом рисунке изображен подозреваемый, который обронил фетровую шляпу. Он составлен со слов сторожа Дарьи Пантелеевны Сыч. А вот так описала клиента, который купил шляпу, мастер Валентина Иванова. Как видим, сходство поразительное. Также со слов Дарьи Сыч был составлен портрет второго налетчика с горбатым носом. Таким образом, у следствия появились важные улики. Описание похищенного кольца с рубином и портреты грабителей. Только вот отыскать подозреваемых практически неразрешимая задача. Но капитан Зимин и не собирался опускать руки. Нужное направление поисков ему подсказал, как ни странно, один из подозреваемых. Тот, который после покупки фетровой шляпы предложил Ивановой посетить ресторан. После военное время цены в коммерческих ресторанах были заоблачными. Завсегдатами таких заведений становились в основном военные, творческая интеллигенция, партаппаратчики и уголовники всех мастей. После очередного удачного налета бандиты оттягивались на полную катушку. За богато накрытыми столами. Капитан Зимин предложил женщине пожертвовать личным временем и потратить несколько вечеров, чтобы объехать ростовские рестораны и пивные. В общий зал заходить не надо. Приехали, посмотрели из-за ширмы и поехали на следующий объект. Я согласна. Когда начнем? Хочу тянуть. Сейчас мы начнем, еще успеем пару заведений. обойти. Давайте. Поехали. Но в первый вечер сотрудников уголовного розыска ждала неудача. Ни в одном из ресторанов, в которых побывала Иванова, покупатель шляпы замечен не был. Ну что, ничего страшного. Завтра продолжим. Примерно в 19.00 мы к вам заедем. Одновременно с оперативной отработкой ресторанов сотрудники отдела по борьбе с бандитизмом установили скрытое наблюдение за заведующим масло-сыр-базой. Но пока это не дало особых результатов, никаких подозрительных встреч у Терентьева не происходило. После работы домой, дома, никаких гостей. Опер-уполномоченный Нефедов пытался выяснить, не попадал ли Терентьев в поле зрения коллег из ОБХСС. Но результат также оказался отрицательным. Угощайся. Спасибо. Да, кислое жетухо у этого торгаша. Даже любовницу завести не успел. Чисто. Как стеклышко. Угу. В это же время милиция вела активные поиски кольца с рубином погибшей Серафима Стеблова. Проверяли ломбарды и золотые скупки. Производили облавы на рынках и площадях, где орудовали блатыкайны, скупщики краденого и дельцы черного рынка. Один из тайных информаторов узнал, что золотушник Хиллой, который специализируется на скупке драгметаллов, с недавних пор торгует 2000 рублей за золотой перстень с рубином. Сексот подсказал, что околачиваются Хиллой на привокзальном рынке. Пасли золотушника до наступления ночи. Во время задержания преступник оказал вооруженное сопротивление, но все же был схвачен. Очень быстро оперативники выяснили, что изъятый у Хиллого перстень не имеет отношения к разбойному нападению и убийству работников маслосырбазы. Свидетели показали, что у Серафимы Стебловой было совершенно другое кольцо. Передав дело Хиллого в отдел имущественных преступлений, сотрудники отдела по борьбе с бандитизмом продолжили отработку местных ресторанов. Каждый вечер мастера ателье Валентину Иванову возили по увеселительным заведениям Ростова. Несмотря на послевоенный голод, разруху и карточную систему, в коммерческих ресторанах жизнь бурлила. Многие фронтовики буквально сорили деньгами. Дело в том, что после победы государство выплатило солдатам и офицерам довольно внушительные суммы. На протяжении войны самих денег в виде хрустящих купюр бойцы не видели. Еще в 1942 году полевые учреждения Госбанка СССР перешли на безналичный расчет и деньги зачислялись на вкладную книжку. Подобная система позволяла государству тратить банковские средства на военные нужды. Согласно данным заместителя наркома интендантской службы Хрулева, к концу войны на счетах остались невостребованными около 4 миллиардов рублей. Это были деньги, которые причитались солдатам и офицерам, погибшим на фронтах. За однополчан живых и погибших. Помимо фронтовых выплат, многие солдаты и офицеры получили значительные премиальные суммы за совершенные подвиги. Так, за сбитый самолет летчикам-истребителям платили тысячу рублей. Уничтоженный вражеский эшелон оценивался в полторы тысячи. За подбитый танк командиру орудия и наводчику платили 500 рублей. Остальному артиллерийскому расчету по 200 рублей. Еще 8 августа 1941 года Иосиф Сталин подписал приказ номер 02-65 о поощрении участников бомбардировки города Берлина. В нем говорилось выдать всем участникам полета по 2000 рублей. Постепенно в вооруженных силах СССР была создана система материального поощрения за уничтожение вражеской техники. Нужно отметить, что самая большая премия 10 тысяч рублей досталась герою Советского Союза летчику Борисову, который уничтожил немецкий линкорн Шлезиен. В ресторан «Дон» Валентину Иванову привезли около 10 часов вечера в самый разгар кабацкого веселья. «Свечный раз цветок, а мне бедет бедному за мальчонок я…» Его здесь нет. Разрешите пригласить вашу девушку потанцевать? Иди отсюда, уйди. Ах, ты крыса тыловая. Я до тебя кровь проливал, а тебе что, с бабой жалко дать потанцевать? Что непонятно, капитан? Девушка не танцует. Тихо, тихо, извините, пожалуйста, извините. А вот он, это он. Коренастый такой, в углу сидит, с измалеванной девицей. Я его узнала. Во время транспортировки недельной выручки масла-сыр-базы застрелены водитель предприятия Александр Попов и бухгалтер Серафима Стеблова. Налетчики похитили 380 тысяч и сняли старинное кольцо с пальца застреленной женщины. Вичдоком становится фетровая шляпа, которая слетела с головы одного из налетчиков. По ярлыку устанавливают ателье. Мастер Валентина Иванова вспомнила заказчика, который приглашал ее в ресторан и говорил на тюремном жаргоне. Оперативники решили отработать все рестораны города и в одном из них нашли того, кого искали. А вот он. Это он. Коренастый такой, в углу сидит, с измалеванной девицей. Я его узнала. Продолжив наблюдение за парочкой, оперативник Кузин заметил на пальце спутницы мужика в твидовом костюме перстень с рубином, который по описаниям был очень похож на перстень убитой Стебловой. Ну что будем делать? В зале брать или на выходе? Сейчас объект находится в углу, его движение скованное. Даже если он вооружен, он не успешен. Что желаете? Да, в водке халди принеси, не шипучки барышня. Не извольте беспокоиться. Сотрудники УГРО намеренно развели задержанных по разным машинам. Опытный оперативник Кузин решил еще в дороге допросить девицу, пока та не оправилась от потрясения. Вляпалась ты, дорогуша. В дерьмовую историю вляпалась. На перстне на этом статья мокрая висит. Мне это кольцо Мишка Антилопа подарил, которого вы в кабаке повязали. А где он его сработал, я не в курсе. Давно его знаешь? Два месяца. Познакомились где? В ресторане. Он полгода как на свободу вышел по амнистии в честь победы. Ну, там и замытили. Молодец, Екатерина. Смотрю, на путь исправления остаешь. Ну и начальник. Не читай морали, без тебя тоже нам. Заходи. Смотрю. 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 КАПИТАН ЗИМИН Обвинение в совершении двойного убийства. Начальник, ну что ты мне пассианство тут раскладываешь? Отпираться бесполезно, Завадин. У нас достаточно доказательств вашей вины. Вещдоки, свидетельские показания. Да гадом буду. На моих руках крови нет. Это все Васька Клюв. Это он и водилу шлепнул, и кассиршу. Я только сумку отобрал. Ну и колечко это, будь оно неладно, не сдержался, уж больно оно красивое. Задержанный уверял, что и план ограбления разработал Клюв. А Васька подкупил водителя Попова, чтоб тот остановил машину в глухом месте, имитируя поломку двигателя. Уговор был такой. Водила должен был получить 20% хрустов. Но только Клюв и не собирался с фраером делиться. Пошли. Сумку у бабы забери. Сумку давай сюда! Быстро! Да не рыпайся ты! Иди сюда! Валим! Кто такой Васька? Почему Клюв? Ну Клюв, потому что ему нос в лагерной драке сломали. Где его искать? Мы с ним в Оркутлаке вместе чалились. Авраменко фамилия его. Этот? Гляди, как похож. Чего прыгаешь, антилопа? Где найти Авраменко? От чего не знаю, того не знаю. Он обмолвился, мол, на дно ложится. Если сказал, что надо будет, сам меня разыщет. Ну клянусь, не знаю, мы с ним последний раз виделись в день ограбления. Зашли в пивнуху, деньги поделить, мандраж снять, скок удачный обмыть. Он часов десять свалил, на скамейку боялся опоздать. Скамейка на блатном жаргоне означает трамвай. Отталкиваясь от этой случайно произнесенной фразы, сотрудники УРО и стали строить версии. Пивнуха, в которую Клюв привел антилопу, находилась в переулке. Ушел Авраменко около десяти часов вечера, боясь опоздать на трамвай. И как раз рядом с этим пятейным заведением останавливается трамвай, который ходит в район Центрального рынка. Последний трамвай идет в 22.15. Логика подсказывала, что Василий Авраменко живет именно там, в районе Центрального рынка. Опрос работников трамвайного депо быстро принес положительный результат. Одна бдительная кондукторша опознала по фото постоянного пассажира. Он всегда выходил на конечной остановке. Под видом водопроводчиков, электриков и инспекторов печного отопления оперативники дом за домом, улица за улицей обходили район Центрального рынка. Зимину аппарата. Лишь поздним вечером в управление УРО поступил звонок от участкового милиционера с улицы Хованской. Участковый рассказал, что похожий по описанию гражданин снимает частный дом на подконтрольной ему территории. Без меня не соваться. По коням. Субтитры создавал. Уже будет! Субтитры создавал! Субтитры создавал субтитры создавал DimaTorzok Килля в игроку. Субтитры создавал DimaTorzok Килля-сменется. В случае чего, стрелять на поражение. Нефедов Кузин за угол. Руки вверх! Милиция! Можно было чище сработать, живым взять. А на кой черт он живой нам сдался? Одной гнидой на земле стало меньше. Василий Авраменко был ликвидирован во время задержания. Он оказывал сопротивление и пытался бежать. Во время обыска в доме Авраменко нашли тайник, в котором хранился наган и 190 тысяч рублей. Экспертиза подтвердила, что именно из этого оружия были застрелены Стеблова и Попов. Таким образом, у следствия не оставалось сомнений, что двойное убийство совершил Василий Авраменко. Михаил Завадин добровольно отдал 187 тысяч рублей свою долю от украденного. Три тысячи антилопа успел прогулять и пропить меньше, чем за неделю. Несмотря на чистосердечное раскаяние и сотрудничество с органами, Завадина приговорили к высшей мере наказания по совокупности совершенных преступлений. Соучастие в убийстве, краже государственного имущества в особо крупных размерах. Особый гнев народных заседателей вызвал эпизод с кольцом, которое Завадин цинично сорвал с пальца застреленные женщины. Расстрел произвели в закрытом дворике богатяновской тюрьмы. Преступникам, которые посягнули на государственное имущество в СССР, всегда относились с особой строгостью. Преклама Преклама Субтитры создавал DimaTorzok